Сокамерники сотворили с Ефремовым Он посетил артиста вместе с одним из его адвокатов Романом Филипповым Актер рассказал ей, что адвокат к нему уже приходил Они работают над эпиляцией, которую планируют подать Правозащитники впервые посетили камеру Михаила Ефремова Оба соседа артиста, младше его Они родились в 80-х годах Один из молодых мужчин и постриг актера Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова Виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне Суд зачел актеру время, которое он провел под домашним арестом В колонии ему придется провести почти 8 лет Однако артист собирается подать эпиляцию на приговор Почти три года назад артиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за ДТП в центре Москвы В результате которого погиб человек Сегодня супруга Михаила Ефремова, Софья Круглякова, рассказала, может ли он рассчитывать на условно-досрочное освобождение По словам жены Ефремова, он может выйти из тюрьмы условно-досрочно не раньше весны 2024-го УДО у нас откроется в марте следующего года Пока могу сказать лишь, что Михаил Живздоров страдает, переживает и страдает, призналась Софья Круглякова в беседе с представителями СМИ К слову, в январе текущего года Михаил Ефремов хотел, чтобы ему заменили оставшийся срок на принудительные работы Но затем отказался от данного решения Напомним, трагическое событие с участием Михаила Олеговича произошло в начале июня 2020 года в центре Москвы Жертвой ДТП стал водитель фургона Сергей Захаров Актер не раз спросил прощения у семьи погибшего Я не знаю, как жить дальше, уже 4 дня прошло с этого проклятого понедельника Я не знаю, как жить дальше, уже 4 дня прошло с этого проклятого понедельника Я не знаю, что сказать Да и сейчас не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова Но я все равно прошу Хотя знаю, что не простят Если они поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить Я прошу прощения Но мне нет прощения Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать Нет, включать свои связи и знакомства я не буду, да и как тут отмажешься, когда все все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока, слава богу, моя мама не увидела, откровенничал он. Продолжение следует...